Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте. Меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам в 18.15 в программе «Подоплёка». На радио Болтком. «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем расследование постковидной жизни и возвращаемся к теме Доводского форума, на котором обсуждались как раз вот эти перспективы постковидной жизни. И, в частности, концепция одного из основателей, руководителя этого форума, Клауса Шваба, который декларировал, что мы вступаем в новую эпоху инклюзивного капитализма, ну и много всяких других терминов он употребил, которые, ну, с точки зрения думающих наблюдателей, являются некой вуалью над тем, что реально происходит, а реально происходит еще большее разделение людей на богатых и бедных, разделение возможностей этих людей. И вот в прошлой передаче мы начали анализировать, как это видится в наших реалиях, в нашей жизни, как эти процессы передела собственности, передела сфер влияния реализуются в нашей маленькой стране, как на нее влияют глобальные игроки, как мы, каждый из нас, можем считаться с этими процессами, влиять на них, приспосабливаться к ним и так далее. И сегодня мы продолжим эту тему. Я напоминаю, что предыдущие выпуски на эту тему можно найти в Ютубе. Это радиоболтком, подоплека и программы за две недели ранее, это, получается, начало февраля. И прошлая программа тоже вышла на прошлой неделе, соответственно, все это можно найти. В прошлой программе я довольно подробно осветила тему концепции Шваба, и это можно послушать. Сегодня у нас такой, опять-таки, формат ток-шоу. Мы приглашаем несколько гостей, а моим соведущим сегодня будет Александр Васильев, директор Балтийского форума, человек, который вот недавно выпустил как раз книгу о пост-ковиде. В этой книге собраны экспертные мнения и мнения основателей Балтийского форума Игоря Юргенса и Яниса Урубановича. Александр, добрый день. Добрый день. И мы свяжемся еще по телефону с нашими экспертами, это Дмитрий Зайцев и Михаил Хесин. А сейчас я хотела бы, может быть, для затравки спросить мнение Александра, вот как сейчас выглядит латвийская экономика. Но мне кажется, что ситуация не такая тревожная или, может быть, опасная, как могла бы быть, потому что все-таки сглаживается влияние вот этих экономических бурь возможностью удержать людей на рабочих местах, выплачивая им пособия по простую. И в этой сфере произошли какие-то изменения. Вот мы с вами критиковали в прошлом году то, как правительство относится к выплате этих пособий. Сейчас мы вот буквально вчера узнали о том, что семьи получат пособия на детей. И это, конечно, очень отрадно, несмотря на то, что очень иронически некоторые люди восприняли дискуссии в правительстве на эту тему. Вот вчера смешная такая фраза прозвучала, что Министерство финансов не поддержало выплату на детей по 500 евро, им будет выплачено по 500 рейро. Ну, от фамилии министра финансов Яниса Рейерса. Итак, вот как изменилось отношение правительства к поддержке населения? Что это демонстрирует? Податливость власти на какие-то протесты снизу? Или директивы, которые приходят нам из Брюсселя? Или какие-то другие факторы? Ну, хотелось бы начать, наверное, с первого вопроса, который вы, Люся, задали. Состояние экономики. Она очень так, очень своеобразная. Мы пока не имеем статистических данных, насколько внутренний валовый продукт упал за прошлый год. Скорее всего, это будет в районе где-то 5-6, даже, может быть, больше процентов. Но у нас есть данные официальные за декабрь 2020 года по экспорту. И, кстати говоря, в принципе, данные они, экспорт в декабре, по сравнению с декабрем 2019 года вырос. И в первую очередь вырос экспорт товаров. И это очень хорошо, в принципе. В этом случае, конечно, как бы производственный сектор, он показывает достаточно, если они отдельной отрасли экономики не вырастут, к нашему удивлению, за прошлый год, то, по крайней мере, снижение будет не очень катастрофичным. Но если взять сферу транзита, сферу услуг, то там, конечно, ситуация близка к катастрофической, действительно. Если брать туризм, это гостиницы, рестораны, бизнес, то по сравнению с этими месяцами прошлого года там падение в 3-4 раза. То есть это несравнимые цифры. Люди, которые приезжают, обслуживают наш в аэропорту, там падение до 90%. Падение в транзитной сфере, по железной дороге, которая превратилась из-за высоко доходной отрасли латвийской экономики, которую поддерживала и наш госбюджет очень основательно, она превратилась в ту отрасль, которая несет только одни дефициты и требует дополнительных субсидий. Ну что говорить о том же Аэрболтике нашей гордости? В прошлом году она четверть миллиарда получила государственной поддержки, которая пошла на увеличение уставного капитала. И сейчас глава Аэрболтика говорит о том, а неплохо бы еще и в 2021 году получить. Сколько? 100 миллионов? 200 миллионов? Ну об этом пока не говорят, но заявка сделана. То есть в этой ситуации, конечно, ковид, он очень сильно нашу латвийскую экономику, большую часть отраслей, конечно, очень сильно подставил. И поэтому правительство занимается возможностью хоть как-то сбалансировать ситуацию, как-то спасти ее. Но те хаотичные, противоречивые и непоследовательные меры, которые предлагает наше правительство, они как раз приводят к тому, что у народа возникает часто недоумение и неприятие того, что делает наше правительство. И недаром сегодня опубликованные данные опросом общественного мнения центром СКДС показывают, что правительство достигло, ну, фактического антирекорда. Исторического минимума. Ну, с февраля 2019 года, когда это правительство начало действовать, значит, рейтинг ее в пунктах упал до минимума минус 41, а количество, главное, только за один месяц, количество респондентов, которые отмечают, что они негативно относятся к действиям правительства, выросли с 27 до 37 процентов, да, а количество тех, которые думают, что все нормально и правительство действует правильно, вообще как-то замерзло на одном уровне. И все это вынуждает наше правительство принимать такие шаги, которые хоть как-то спасли их популярность. И вот эта вот мера, которую мы узнали вчера, правительственное решение о выделении 500 евро, ну, она, в принципе, как бы движение в правильном уровне. Я бы все-таки, Люсик, как-то критично не относился к нашему министру финансов, который придерживает до конца, да. Я думаю, что в любом правительстве министр финансов должен держать кошелек, максимально захлопнут, им и не давать возможность запустить туда волосатую лапу популистов. Это вполне правильная теория. Сколько не мог бы наш премьер говорить, ну, вы знаете, сейчас денег у нас как никогда много, и вот на подходе то ли полтора, то ли два миллиарда из Европы, мы тут все сейчас завалим. Министр финансов должен думать о том, что делать и как он выплавит при любом раскладе. Но все равно сейчас та сумма, которая будет только выплачиваться детям, а дети, одноразовая выплата от детей, кстати говоря, тем, кому будет выплачиваться 364 тысячи человек, и выплата очень немалая, 182 миллиона евро. А статья расходов на непредвиденные расходы впервые была увеличена сейчас до полумиллиарда. Вот такие цифры. Но вот теперь последний вопрос, о котором вы задали, Люся, а что же делать вот с этим пособием за простой? Внешне очень все выглядит, по сравнению особенно с тем, что мы, о чем говорили весной с вами, выглядит все очень нормально. В январе сумма минимально увеличена с 330 до 500 евро, максимум уже 1000 евро, плюс тебе еще могут 50 евро доплатить за ребенка, что в принципе очень даже неплохо. Но осталось то же самое, что было и весной. Главный, кто распределяет деньги, это не Минблак, а наша служба госдоходов. И вот здесь предприниматели по весне и по лету начинают чувствовать, ну не из добра вот эта вот щедрость государственная. Они помнят, что многим фирмам пришли счет вернуть деньги за вроде как необоснованные выплаты в пособии за простой. И получается сейчас, что за простой могут выплатить 544 тысячам наших жителей, что в принципе очень довольно много, это чуть больше половины тех, кто у нас в будущем. Всех работающих. Но запросили за простой 35 тысяч. То есть это получаются считанные проценты, ну там 8, даже меньше, по-моему, процентов от того, что могли. То есть получается, что жители боятся государства? Не столько жители, а предприниматели боятся? Предприниматели, они понимают о том, что это не благотворительность государства. Они получают фактически на свое спасение и за каждую тысячу, за каждое евро, за каждый скормленный витамин служба госдоходов может проверить и выставить счет. И, ну, естественно, общий объем настолько велик, что вряд ли все попадут под этот тотальный контроль. Но прекрасно предприниматели знают, что попасть под, если тебя посчастливится в кавычках попасть в него, то мало тебе не покажется. Поэтому лучше, может быть, как-то переждать, но вот этот дар донайцев, так если можно назвать его, пускай лучше он обойдет. И поэтому многие, скажем, да все прекрасно видят и знают о том, что многие те парикмахеры несчастные или маникюрщицы-педикюрщицы, которые работают, они лучше будут рисковать и переходить в серую зону, чем получить, значит, от государства полученную субсидию, пособие, и потом это пособие будет над ними висеть домокловым мечом. Хорошо. У нас есть сегодня такая тема, как торговые центры. Как известно, на прошлой неделе Ассоциация торговых центров обратилась в правительство с просьбой о помощи. И они просят, ну, не им деньги выплатить, а выплатить их арендаторам деньги для того, чтобы те могли рассчитаться за аренду в торговых центрах, которые, как известно, стоят пустые. Все магазины, все центры обслуживания клиентов практически закрыты. И это такая вот из зоны, так сказать, всеобщего веселья и праздника траты денег превратились в такие мертвые зоны. Мы сейчас попросим нашего звукорежиссера Евгения Копейна связаться с Дмитрием Зайцевым. Это наш сегодняшний эксперт как раз по теме торговых центров. И поинтересуемся у него, как обстоит дело, потому что Дмитрий является руководителем крупнейшей сети химчисток, клинконтроль. И во многих торговых центрах у него были и есть пункты обслуживания клиентов. Дмитрий, добрый день. Здравствуйте. Вот торговые центры просят, так сказать, выделить правительство деньги для того, чтобы они могли заплатить арендаторам, ну то есть в том числе и вашей компании, с тем, чтобы рассчитаться по долгам за аренду. Но, как мы помним, год назад, когда вся эта пандемическая история начиналась, правительство обращалось ко всем людям доброй воли с тем, чтобы они умерили свои аппетиты и уменьшили запросы, например, по той же арендной плате. Известно, что некоторые государственные, там, муниципальные арендодатели пошли на такие шаги навстречу своим клиентам. А вот что произошло с этими международными торговыми центрами? Ну, почему говорю международными, потому что сегодня их владельцами являются не только и не столько латвийские воротилы, сколько иностранные. Вот как происходили, может быть, ваши переговоры с арендодателями на эту тему? Ну, смотрите, во-первых, хочу сказать, что одна сеть отличается от другой, там разные хозяева, да, и разные подходы. Раньше как-то было проще, хозяева находились на территории Латвии, сейчас у большинства крупных торговых центров хозяева находятся непонятно где, коммуникация с ними, ну, осложнилась, местный менеджмент быстро принимать решения не может. Какие-то центры идут на уступки и сразу, и с пониманием. В основном большие, ну, имеют сложность принятия решений. Им надо это сейчас согласовывать там со своими акционерами, которые многие находятся в Америке, не знаю, в Скандинавии. процесс затягивается, накладывается отпечаток того, что там в Соединенных Штатах Америки этот вопрос решается по-другому, да, и многие считают, что государство должно нести ответственность за то, что оно сделало и ввела ограничения, и поэтому с ним совпадают все. То есть вы имеете в виду, что, например, один из владельцев наших торговых центров это инвестиционный фонд Blackstone является американским, а в Америке как этот вопрос решается? То есть государство компенсирует эти расходы? Ну, я не знаток, конечно, но я слышал, что компенсируют, да, что компенсируют. Вот, я не могу точно вам сказать, вот, но так говорит менеджмент, который управляет этими компаниями, к сожалению, если раньше можно было прийти и решить вопрос на месте, теперь этот процесс затягивается, за счет этого увеличиваются долги, выставляются счета, насчитываются налоги, вот, и вопрос не решается, и только уж углубляет проблему. Ну, то есть фактически скидки вам дали или не дали, или их обставили какими-то дополнительными условиями, которые, в принципе, сделали эти переговоры бессмысленными? Дополнительные условия обставляются всегда, если ты хочешь получить скидку, ты должен заплатить долги, например, и продлить договор на определенный срок с условием того, что ты не уйдешь, у нас уже этот процесс происходит год, и компании-то потеряли свой жирок, и уже платить нечего, можно сказать, старые долги, не то, что там новые, получить. Поэтому так вот увязываются графики платежей с оплатой предыдущих долгов, еще чего-то. То есть фактически ставят вам невыполнимые условия? В принципе, да. Но понятно, что если вы сейчас зайдете в торговый центр, вы увидите, что три четверти магазина закрыты, получается непонятно в какой пустоте. Атмосфера ужасная, и кто как может что-то отдавать, я не представляю, и как этот вопрос будет решаться. Единственное, что я хочу сказать, положительное, что в последние месяцы как-то государство, на мой взгляд, с того, как бы эту проблему принимать по-другому, видимо, она не может с большими игроками разговаривать с позицией, вот как в России, я, например, слышал, можно было пересмотреть договор с арендодателем, потому что никто же не заинтересован потерять бизнес и уйти из того же торгового центра, да, надо прийти к каким-то обоюдно выгодным интересам, ну и торговому центру невыгодно терять арендаторов сразу всех, правильно, ему же сложно будет найти кого-то место, не хочет, и арендатор не хочет уходить, но сейчас получается так, что торговые центры говорят с позицией силы, никуда не денете, решить ничего нельзя, вот, но что я хочу сказать, что вот в последнее время стало проще разговаривать с государством, не знаю, вот, мы лично получаем пособие под простою работников, да, потому что мы их вынуждены снимать, где-то закрывать свои объекты, вот, и даже, вот, надо сказать, что довольно просто мы там получили помощь там на оплату каких-то технических проблем там, а? Каких-то технических расходов? Технических расходов, да. Ну, вот то, что вы получили, это субсидия, Дмитрий, или это какой-то кредит? Это субсидия. Субсидия? Невозвратная? Это субсидия, да. Невозвратная субсидия, да, да. Там просто надо, ну, опять же, не каждая компания это может делать, потому что, ну, во-первых, это кто-то должен делать, это кто-то должен работать, это кто-то должен оформить, этих людей надо оплачивать, которые этим занимаются. Вот. Ну, поэтому вот так. Ну, то есть, фактически, крупные компании могут себе это позволить, а если ты маленький и у тебя нету отдельного там человека, который мог бы красиво эту бюрократию все оформить, то ты фактически остаешься за бортом. Да, да, это надо понимать, это надо узнать, как сделать, это все-таки нужно какие-то там предоставить данные своего баланса, это надо выборку эту сделать, это надо заполнить какие-то бланки в ЕДС, там, да, ну, это все-таки работа, да, не каждый это может делать. Понятно, ну, то есть, вы выступаете за то, чтобы все-таки выдать нашему правительству еще кредит доверия за то, что оно все-таки повернулось лицом к народу и старается как-то по мере возможности решать его проблемы. Спасибо, с нами на связи по телефону был Дмитрий Зайцев, руководитель сети «Химчисток Клинконтроль», который является арендатором во многих наших торговых центрах и, к сожалению, сегодня там пустота и запустение. Надеемся, что когда-то в ближайшем будущем эта ситуация изменится. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, не переключайтесь, вернемся через несколько минут. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добрый день, еще раз, уважаемые радиослушатели, мы продолжаем программу подоплека, исследуем постковидную экономику, поговорили в первой части нашей программы о ситуации в торговых центрах, у нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Здравствуйте. Добрый. Я хотел бы сказать с точки зрения арендодателя, немножко как бы отвести в сторону претензий к нему. У арендодателя кредиты банку и в конечном итоге все вот эти платежи, они кончаются в банках. И если государство не идет навстречу банкам и не разрешает банкам прощать часть кредитов или там платежей, или на каких-то льготных условиях менять условия платежей, то арендодатель ничего сделать не может. Поэтому роль государства здесь существенная. Арендодатель связан, но у него своя экономика. И если он дает скидку своим арендаторам, значит он должен получить какие-то привилегии от банков. А вот в вашей практике как мы помним в прошлом году банки так сказать сделали шаг навстречу, они сказали ну вот мы вам прощаем там уплату процентов, а основную сумму платите. Вот в вашей ситуации как дело обстоит? Ничего подобного не было. Не было вообще? проценты они незыблемы, их надо платить, а основная сумма откладывалась на какой-то срок, но ее тоже надо будет заплатить. А, понятно. Она никуда не делась. То есть кредит просто сделался длиннее? Да, он либо делается длиннее, либо его как бы величина увеличивается, но после периода, на который дана отсрочка. И на сколько давали отсрочку? На полгода, на год, может быть. Ну, то есть в вашей ситуации эта отсрочка уже закончилась, или вы попросили другую? Все закончилось, и вот сейчас во время второго этапа пандемии никаких привилегий от банков нет. И государство не разрешило. В прошлом году государство разрешило банкам, ведь банки тоже находятся под надзором. и если кто-то не выполняет кредит, банки должны делать резервацию на этот кредит. То есть практически если надзорный орган не разрешает банку идти навстречу кредиторам, то банк ничего тоже сделать не может. Да. Поэтому все кончается в государстве. Если государство работает на спасение бизнеса, она должна рассматривать всю цепочку. Ну то есть вы... Вот это я хотел сказать. Да, поняла. Теперь второй момент. Вот вы выставляете счета своим арендаторам, вы очевидно должны сразу же насчитать НДС и заплатить его в бюджет. Или все-таки служба госдоходов разрешает вам платить не по факту выставления счетов, а по факту получения денег? Нет, мы должны там никаких правил не изменились, и если служба госдохода дает какие-то послабления там на уплату, то после эти деньги все равно придется заплатить потом. То есть никто никому не прощает, понимаете? Хотя арендодатели, они идут навстречу. Мы все работаем без прибыли, потому что мы идем навстречу, мы полностью заинтересованы в том, чтобы наши арендаторы остались. Мы же не хотим их потерять, поэтому сегодня арендодатель не получает ни одной копейки прибыли. Понятно. Хорошо, спасибо, мы желаем вам пережить эти времена, надеемся, что наше правительство услышит голос предпринимателей и все-таки будет думать о будущем немножечко, поэтому спасибо за ваш звонок. У нас есть еще звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Добрый день, я, если позволите, просто по одному замечанию, выражусь первому господину Васильеву, вот его положительная оценка Рейерса. Уже многие годы, многие годы конфедерация работодателей и торгово-промышленная палата говорит про Рейерса, про министерство финансов, что ничего, кроме своих меркантильных личных интересов, они не преследуют. Вот на примере, который сейчас недавно, это бюро по вакцинации, то есть просто по пять тысяч зарплаты, миллион там туда, то есть это вообще не деньги. И, значит, вот на все это, сколько про чиновников говорится, двести с лишним тысяч, миллиарды идут туда, миллиарды, то есть просто любой маломальский волевой министр финансов, давно бы уже хоть что-то в этом направлении сделал. И вот, значит, не берем вот этот отрезок ковидный, который вот сейчас взял господин Васильев, министр Рейерс, перескочу, вот у Райкина, значит, костюм, помните, пуговицы хорошо пришиты? к пуговицам претензии есть? Нет. Чисто, чисто политика Рейерса и всех министерств, вот есть претензии к пуговицам, он деньги экономит, экономит, молодец, пуговицы намертво пришиты, костюм перекошен, его носить невозможно, это плевать. Так что, господин Васильев, ну не мне вам это объяснять. Ну, спасибо вам за веселую ноту, за Райкина. Хорошо, да, есть, конечно, и положительное, и отрицательное в работе нашего правительства, и вот с этой веселой нотой я хочу опять переключиться немножко на то, как все-таки мы сейчас живем, и то, как мы перестали обращать внимание на свои гражданские права. Но вот вчера нам об этом напомнили наши нидерландские соседи, которые через суд в Гааге добились отмены комендантского часа, поскольку считали, что эти ограничения нарушают право человека на свободу передвижения и право человека на частную жизнь. Да, действительно, многие наблюдатели говорят о том, что за год пандемии люди фактически очень легко отказались от гражданских прав, которые они завоевывали в течение двухсот лет, и даже считают это вполне нормальной ситуацией, ситуацию тотального контроля за ними, каких-то правил, за нарушение которых следуют просто драконовские штрафы. И для того, чтобы обсудить вот эту часть проблемы, мы сейчас свяжемся с нашим вторым экспертом Михаилом Хесиным, это эксперт по бизнес-безопасности, руководитель компании бизнес-дрошеба, он человек, который работает в сфере правоохранения детективной деятельности всю свою жизнь, бывший майор полиции, и очень хорошо знает законодательство, поэтому сейчас наш звукорежиссер Евгений Копеин с ним связывается по телефону. А тема следующая. Вот есть приложение по ковиду, есть QR-коды, которые каждый получает при въезде в Латвию и передвижение человека отслеживают. То есть это официальная часть контроля за населением, которую как бы даже многие приветствуют и считают, что это адекватные меры для борьбы с болезнью. Но насколько вот возможность государства контролировать жителей уйдет в прошлое после того, как пандемия закончится, или все-таки это навсегда? Михаил, добрый день. Добрый день. Каковы ваши прогнозы по поводу систем контроля над населением? Ведь с одной стороны как будто бы у нас есть регула Евросоюза о том, что за человеком нельзя следить без его ведома, без его согласия. То есть если вы ставите видеокамеру на своем участке или возле своей квартиры, то она не должна фиксировать передвижение каких-то других людей без их ведома, а должна фиксировать только ваше личное пространство. а с другой стороны вот эти меры передвижения, вернее меры контроля за передвижением, они становятся все более всеобъемлющими и тотальными. И мы даже уже в общем-то готовы махнуть рукой на то, что Google за нами следит, Facebook за нами следит, ну и государство соответственно тоже следит. Да, ну все-таки я хотел бы сказать, что эти меры направлены не на борьбу с эпидемией, а на борьбу с распространением эпидемии. То есть все-таки хочется верить, ну мы же все надежды юношей питают, хочется верить, что после того, как эта эпидемия сходит, эти все, если даже и будут введены там, они отойдут. Ну как-то верить хочется, но практика показывает, что никогда ничего из того, что становится хуже, само по себе не уходит. И нужно, наверное, все-таки понимать, что у нас старший брат контролирует и так достаточно, да, а вряд ли ему нужны дополнительные меры для контроля за теми персонами, за теми физическими лицами, которые его интересуют, этого старшего брата. Поэтому ковид-паспорт или же там что-то вроде этого, там, QR-коды, они навряд ли будут добавить что-то в информационный поток. Разве что, если вот сейчас пришло в голову, это перемещение внутри Евросоюза через аэропорт, через, ну, по-третьим, самолетов, потому что сейчас настолько в кухне такой единой базы не существует, а эта база появится. Ну, опять-таки, она будет тридцатьобразна с точки зрения гражданского общества только пока есть угроза распространения эпидемии, да, как только она сломит, конечно, нужно бы это дело убрать. Вот. Насколько нужно бояться простому человеку всего этого, я не стал повторять, и повторяю, что бояться всего этого не надо, потому что это простой человек, и все эти массивы не способны, никто не способен обработать в режиме... Такой массив информации. Да, такой массив информации никто не способен обработать в режиме реального времени, поэтому, если этот человек вдруг становится интересен старшему брату вот это и говорить, то он не всегда выдернул из массива эту информацию, начнет ее потом обрабатывать. Опоздать им, что на самом деле не очень хорошо для старшего брата. И здесь надо понять, кто это старший брат, это вообще кто? Это Суперберг. Это АНБ. Это кто? Это наши вал с дрожьей благодарности. Это все настолько рамыто. Кого боится конкретный обыватель? Ну вот и чего боится? Что Суперберг узнает, что он используя ковид, QR-код слетал из Риги в Милан или еще куда-нибудь. Ну слетал, ну слетал, ну что делать? Поэтому все-таки я не сторонник транспирологии, да, в целом. И я не считаю, что реальная угроза есть. Угроза свободам, как-то таковым. Угроза свободам начала от человека от того момента, когда он решил не себя развивать, а мир вокруг себя. Как-то тут появился технологический прогресс, мы стали все более и более зависимы. и что хочется сказать, что на самом-то деле вот это так миф о том, что человечество развилось настолько, появились там машины, появились самолеты, появилась железная дорога прекрасная, появилась свобода и правда. Мы стали еще более зависимы от розетки. Закончится энергия, закончится все. Да. мы не используем лошадей, мы не используем собственную физическую силу, за редким исключением. Мы все зависим от розетки. Да, вот на эту тему, кстати, вчера тоже в Фейсбуке моя коллега из Америки написала горестное такое восклицание, что что же такое у нас в городе Хьюстоне выпал снег в Соединенных Штатах Америки и ударил мороз минус 7 градусов и все остановилось. Да, розетка прекратила свое действие. Как же так? Мы тут в космос самолеты, вернее, космические корабли запускаем, а с розеткой справиться не можем. более того, вот этот сам адреналовирус показал, да, что это вот тварь, которая даже не совсем биологически это существо, наверное, да, а некая там программа скорее, ну, я не знаю, может, там, инфекционисты меня поправят, да, она все человечество поставила ну, такое неудобное им положение. и этих тварей еще может быть сколько все нас пугают сейчас, их будет все больше и больше. Отчасти пугает потому, что работа такая, да, все они хотят и денег, и хотят влияния, и хотят контроля. Ну, то есть службы, которые тоже ко всем при этом. Ну, все-таки, ну, простой человек, ну, кому он нужен? Ну, если мы все простые, да. Это реальность. Простой человек не нужен никому. Это и обратно не нужен ни судьбам, ни, увы, подчас справящим. Ну, все-таки ведь удобно, что запрещены собрания, то есть люди не могут выйти там на какие-то пикеты даже или уж тем более митинги, ходят, вот свечки ставят возле дворца президента, чтобы увидели, как горестно нам тут переживать эти пандемические дни. Вот это и все. Тихие протесты становятся все более тихими. Конечно, с точки зрения контроля над обществом, на самом деле это удобно властям, да. Во-первых, они заняты каким-то делом, они все время декларируют, что они вот это сделали, вот это сделали. Насколько это соответствует реальной борьбе с пандемией, это второй вопрос. Но деятельность, она вот видна, там, это запретили, потом это разрешили, запретили другое. Потом это, разрешили все это, но совсем другое, опять-таки запретили. Это бесконечное поле деятельности, поле возможностей для того, чтобы показать, что мы нужны, мы есть, поработаем. Мы даже, вот мы пришли и там укололись, да, я при виске не боюсь, если нужно уколеть, вот, ну и, соответственно, это, конечно, удобно. И нужно понимать, что власть, спецслужбы, это так, так уж он мир, это не плохо, не хорошо, он так утром наше современный мир. Они всегда пользуются той ситуацией, которая складывается в общественной жизни, в жизни человечества. Понятно. Это их работа. Любой из нас извлекает, на самом деле, это их винить в этом глупо, потому что любой из нас извлекает из какой-то ситуации, в которую он попадает, ну, хоть какую-то выгоду для себя. Так у второго человека. Ну, я бы здесь поспорила, что все-таки не во всех культурах жизнь устроена по принципу «своя рубашка ближе к телу», и есть еще другие какие-то механизмы помощи одного человека другому, и это тоже, наверное, то, что делает нас людьми. Но эти люди во власть не идут. Понятно. Они идут в монастырь, они идут куда-то, они как-то удовлетворят, но во власть они не идут. Хорошо. Никогда. Спасибо, Михаил, за ваш комментарий. И мы сегодня, подводя итоги нашей программы, наверное, должны признать, что в сегодняшней ситуации каждый из нас как-то по-новому смотрит на жизнь, переосмысливает ее. Конечно, наверное, правительство никогда не было столь предметом столь активного внимания со стороны общества. там оно принимало какие-то свои правила кабинетов министров, но так, чтобы это обсуждалось буквально в каждой квартире, наверное, такого никогда не было. То есть, в этом смысле правительство и очень популярно, но, видите, как показывают социологические опросы, эта популярность имеет знак-минус. И вот хотела бы попросить нашего сегодняшнего соведущего Александра Васильева все-таки подвести итог нашей программы. Какое у вас впечатление создалось о том, как предприниматели, правительство и население находят общий язык? Ну, я бы сказал бы, наверное, так. подводя как бы итог о том, что Латвии не повезло в ковид с нашими руководителями. По-моему, Черчилль говорил, Люсю, поправьте меня, что есть два как бы типа политики, которые думают от выборов до выборов, и государственные деятели, которые думают о будущих поколениях. Вот наши, к сожалению, думают о том, как понравиться народу, вот как бросить какую-то подачку или как вот о чем говорил наш предыдущий эксперт, показать свою хаотичную деятельность, то запрещая, то разрешая. Это абсолютно верно. И поэтому со стороны это выглядит как будто правительство пытается как бы компанией детей, которые пытаются управлять машиной, дергаясь за все рычаги и педали нажимая, на которые может дотянуться. И здесь я бы сказал таким образом, что почему и я, Скатя, поддерживаю идею отставки правительства, потому что она показала свою некомпетентность. Они больше думают в ковид о каких-то ограничительных мерах и спрашивают у эпидемиологов, что делать. Они говорят, пока нет вакцины, надо все ограничивать. И они не ограничивают. Но в правительстве нет нормальных не только политиков, нет экономистов, которые думают, а что будет дальше после этого? Если Министерством экономики руководит дипломирный экскурсовод, а Министерством здравоохранения музыкант, который получил основное базовое образование по классу фортепиано в консерватории, а премьер у нас лингвист, который специалист по произношению латышского языка, ну о чем мы говорим? Да, вот один из наших звонивших сказал о том, что многие тысячи получают специалист по руководитель бюро по вакцинации. Ну, а какой в ней положительная самая черта биографии? Руководитель песни и танцев. Поэтому я повторю свою прежнюю мысль. До тех пор, пока в правительстве будут руководить композиторы и песенники, к сожалению, ничего хорошего не будет. Ясно, спасибо. Но я думаю, что больших у нас перспектив заменить композиторов и песенников кем-то другим тоже нет. Поэтому при условии сохранения красных линий у нас полная безнадёга. Остается рассчитывать только на нашу взаимовую ручку, на нашу гражданскую позицию и помощь друг другу и креативные идеи, которые позволяют Латвии увеличивать экспорт за рубеж. Сегодня в программе подоплёка мы обсуждали постковидную экономику, пришли к выводу, что правительство в этом вряд ли нам поможет, поэтому каждый за себя и все вместе за всех. Программу провела Людмила Прибыльская, звукорежиссёр студии Евгений Копеин. Всего доброго, до следующей встречи. Вы слушаете Радио Болтком.